Продолжая серию выпусков о самых красивых актрисах 60-х годов, мы не могли обойти вниманием тех, о ком сегодня расскажем. Предлагаем подборку из пяти очень красивых и невероятно талантливых актрис, которые снялись в десятках кинофильмах. Их имена известны не только на весь Союз, но также далеко за его пределами. Первое место в рейтинге самых красивых советских актрис 60-х годов мы предлагаем отдать Ларисе Лужиной. Она снялась в более чем сотне картинах, исполняя разноплановые, яркие роли. Актриса легко вживалась в образы, за что ее любили режиссеры и зрители. О любви она сказала так, любовь превращает будни в праздник, в брызги шампанского. Когда ты влюблена, то не впадаешь в уныние, легко справляешься с любыми трудностями. Актриса была любима и отдавала любовь, она легко сжигала за собой мосты, как только чувствовала, что любовь прошла. Видимо поэтому, она целых четыре раза выходила замуж. Но признается, что сильного, всепоглощающего чувства, ради которого можно было бы принести себя в жертву, она так не испытала. Но давайте заглянем в ранние годы биографии актрисы, а выдались они у нее крайне тяжелыми. Она пережила блокаду в родном Ленинграде, где появилась на свет в 1939 году. Ей было пять лет, когда на ее глазах умерла ее старшая сестра от голода. Отец и бабушка также погибли от голода и ранений. Маленькая Лариса с мамой чудом выжили, их эвакуировали из города над Невой, но уже перед тем, как блокада закончилась. С мамой они оказались в Калужской области. А в Ленинград она вернется только через много лет, и то родной город встретит ее настолько холодно, что из него она уедет со слезами. После победного 1945 года они вместе с мамой переехали к родственникам в Таллин. У Ларисы Лужиной русско-эстонско-еврейские корни. Отца, Анатолия Ивановича Лужина, она почти не запомнила. Но мама, Евгения Адольфовна, рассказывала, что у них была очень крепкая и дружная семья, в которой присутствовали любовь и уважение. В Таллине в школьные годы будущая актриса стала посещать драмкружок, которым руководил артист драмтеатра Иван Росомахин. Из-под его крыла вышло немало талантливых и одаренных личностей. Например, актеры Владимир Коренев, Игорь Ясулович и Виталий Коничев. Лужина всю жизнь остается благодарна этому выдающемуся человеку, который привил ей любовь к актерской профессии, стал настоящим наставником и поделился бесценными азами мастерства. Некоторые постановки, под руководством знаменитого артиста, ставились на профессиональной театральной сцене. Уже в те школьные годы, среди бедности и невзгод, в которых они с мамой пребывали, театр стал для Ларисы отдушиной и настоящим лучиком света. А получив заветный аттестат зрелости, у Лужиной не было ни капли сомнения, куда отправиться поступать. Конечно же в театральной. Без тени сомнения, что у нее все получится, девушка отправилась в родной город, в Ленинград. Но к своему огромному удивлению, ее не приняли. Расстроенная, она вернулась в Таллинн, где сначала работала на заводе фармацевтики, а затем на кондитерской фабрике. Но ее душа просила иного, она грезила о сцене. И на сцену Лужина попадет только сначала в качестве манекенщицы. Невероятно красивая, сточеная, словно хрупкая, фарфоровая статуэтка, фигуркой, Лужина потрясающе смотрелась на подиуме местного дома моделей. Куда ее совершенно случайно пригласили, заметив на улице. Именно яркая красота и сыграла важную роль в кинокарьере Лужиной. Вскоре на подиуме ее заметили кинематографисты и предложили первую роль в фильме «Незваные гости». Счастью не было предела. На экране Лужина предстала в образе певицы. Хоть роль и была небольшая, но она смогла обратить на себя внимание. Итак, начало в копилке фильмографии было положено. На съемках подругой Ларисы стала эстонская красавица Лейда Лайус. В то время она училась в ГИКе и показала фото Лужиной Сергею Герасимову. Тот высоко оценил яркую внешность Ларисы, а когда узнал, что девушка занималась все школьные годы у знаменитого артиста, то решил ее прослушать. Уже скоро Лужина была зачислена в ряды студенток одного из самых престижных кинематографических институтов. И уже вскоре не заставила себя ждать главная роль. Это был фильм «В дождь и в солнце», снятый режиссером Гербертом Рапопортом. После этого фильма роли для красавицы-актрисы посыпались с завидной регулярностью. Также бурно складывалась и личная жизнь актрисы. У нее был школьный роман, ее соседом по школьной парте стал Владимир Коренев. Они дружили, вместе взрослели и сохранили теплые воспоминания о первой любви. Они вполне могли бы стать замечательной парой, но этого не случилось. Ведь всем известно, что школьная любовь крайне редко сохраняется на всю жизнь. Лужина признается, что яркое чувство она могла сохранять не более трех лет. А потом любовь улетучивалась, начинались серые будни, которые угнетали. Ей же хотелось ощущения радости, полета, потому что, когда она влюблена, то исполняла роли намного лучше. После школьного романа у Ларисы появился новый возлюбленный, курсант мореходного училища Павел Скороделов. Пара испытывала нежные чувства друг к другу почти два года. А потом Павел закончил учебу и уехал в родной Иркутск. Ларисе он обещал вернуться, забрать с собой, и в качестве залога даже оставил свою любимую гитару. Лужина и предположить не могла, что Павел ее обманывал. Оказалось, что на родине его ждала девушка, на которой он сразу же по возвращении женился. Но тогда будущая актриса занималась поступлением в кинематографический, и это позволило отвлечься и не принимать уж слишком близко к сердцу личные проблемы. Тем более, что уже скоро она познакомилась на новогодней вечеринке со студентом операторского курса в ГИКа Алексеем Чердыниным. Молодые люди стали встречаться, а потом решили пожениться. Но брак не прошел проверку славой. Станислав Ростоцкий задумал снимать фильм под названием «На семи ветрах» и искал главную героиню. И тогда сам Сергей Герасимов предложил коллеге свою ученицу Ларису в качестве главной героини Светланы. Именно этот фильм сделал имя актрисе. Уже скоро она блистала в роскошных нарядах на Каннском кинофестивале. Далее советская делегация, в числе которой была Лужина, разъезжала и по другим заграничным кинофестивалям. А вот карьера ее мужа, Чердынина, сначала складывалась не так удачно. Вскоре в семье начались ссоры, упреки, и молодой муж не раз поднимал руку на жену. Лужина подобного отношения к себе терпеть не стала, тем более, что вскоре узнала, что у мужа есть любовница. Актриса признается, что когда она узнала о любовнице мужа, то совершенно не расстроилась, его предательство ее не задело. Она и сама не отличалась преданностью. А потом Лужина получила приглашение поехать в Германию и сниматься сразу в двух фильмах «Доктор Шлюптер» и «Приемник». Она посчитала, что расставание сможет обнулить их отношения с мужем, поможет на расстоянии подумать, взвесить и, возможно, начать все с чистого листа. Но она ошиблась, расстояние окончательно разрушило их хрупкий союз. Там, в Германии, у нее закрутился роман с иностранным актером, а вернувшись на родину, Лужина чуть не увела мужа у Людмилы Гурченко. Последняя была замужем, за Александром Фадеевым. Но мимолетный роман не перерос во что-то более серьезное. Тем более, что на горизонте бурной личной жизни Ларисы появился другой, Валерий Шувалов, кинооператор, роман с которым перерос в семейный союз. Вскоре у пары родился сын, Павел. У супругов все складывалось вроде бы хорошо, но, к несчастью, актриса вновь влюбилась. И честно призналась мужу в измене. Ей было сложно, она чувствовала за собой огромную вину, что предала семью, но в то же время понимала, что развод неминуем. Избранником Ларисы стал Владимир Гусаков. Брутальный и харизматичный красавец, по профессии актер и режиссер. Он искренне надеялся на протеже от Ларисы. Ему очень льстила любовь знаменитой актрисы, но как к женщине, очень скоро он остыл. Между ними была разница в 10 лет, но Лужина рискнула выйти за него замуж. Именно из-за Владимира актриса отдала единственного сына в интернат. Многие, кто знал эту историю, осуждали Ларису. Сама же она очень скоро поняла, что совершила ошибку, выйдя замуж за Лавеласа. Ей пришлось терпеть унижение, зная, что муж меняет молоденьких любовниц, как перчатки. Однажды он ушел к одной из них навсегда. Пара развелась, и забыть горькое расставание вновь помогла любовь. Актриса в очередной раз влюбилась, и на этот раз любовь была как спасение. Вячеслав Матвеев стал четвертым и последним мужем Ларисы Лужиной. Но семейный союз и на этот раз не стал крепким и счастливым. Более того, актриса считает 25 лет выброшенными из жизни. Хотя сначала все было хорошо, пока муж не увлекся игроманией. Вячеслав проигрывал все деньги, влезал в долги, врал, продавал ценные вещи из дома. Паре пришлось развестись. С тех пор Лариса Лужина замуж не выходила. Она решила, что с нее хватит разочарований. Любовь длится недолго, а потом наступает пора одиночества вдвоем. Актриса предпочитает сейчас, в свои 85, проводить время с сыном и внуками, которых у нее трое. Наталья Оренбасарова. Ей мы предлагаем отдать второе место в рейтинге самых красивых актрис 60-х годов. Восточная красавица очень выделялась на фоне других актрис. Она – слабая женщина с сильным характером и необычайной, утонченной красотой. Она трижды выходила замуж, родила сына и дочь, ее мужьями были талантливые, известные личности, но, что удивительно, все трое они оставили Оренбасарову и пожелали уехать за границу. Наталья Оренбасарова никогда не испытывала недостатка в мужском внимании, но после двух непродолжительных браков теперь остается в гордом одиночестве. Ее творческая судьба удивительна. Она с детства мечтала стать балериной, и ее мечта сбылась. Уже через год, как она стала заниматься в хореографическом училище, ее, одну из немногих, пригласили в Москву в училище при Большом театре. А это была большой удачей, она усердно и с огромным желанием занималась, мечтала о блестящей балетной карьере, но судьба распорядилась иначе. В возрасте 15 лет у Натальи врачи обнаружили порог сердца, а это означало, что ей нужно уходить из балета. Тогда она решила переключиться на актерскую деятельность. И пока она раздумывала, что ей дальше делать, его величество случай сам решил за нее. Дело в том, что Наталья Оренбасарова по ошибке попала на кинопробы. 27-летний Андрей Кончаловский подбирал актрис для своего фильма «Первый учитель». Эта картина была дипломной работой будущего режиссера. Одна из его помощниц ранее приглашала на кинопробы, но совершенно другую девушку из хореографического училища, где училась Оренбасарова. Режиссер попросил еще раз прослушать, и в этот момент его помощница перепутала и пригласила Оренбасарова. Первый учитель стал дебютным фильмом для актрисы. Работать с Кончаловским было нелегко, он постоянно придирался, критиковал. Но постепенно режиссер и актриса подружились, и после съемок стали много времени проводить вместе за разговорами и прогулками. Так и начался роман между ними. Роман, который очень быстро привел к браку. Расписались прямо во время съемок, но юная Наталья не поставила в известность родителей. А когда те узнали, то негодовали, разразился грандиозный скандал, дочь на несколько дней они заперли у себя в доме и не пускали к мужу. Андрей метался по городу и не знал, у кого просить помощи. Но когда родительский гнев поостыл, они отпустили дочь, но отношения были испорчены. А вот родители мужа, Сергей Михалков и Наталья Кончаловская, очень радушно приняли невестку. Особенно рада была свекров невестки. Она относилась к ней, как к своей родной дочери. А через год невестка подарила всем сына Егора. Наталья Кончаловская настояла на том, чтобы невестка помирилась с родителями. Вскоре приехали родители Натальи и поближе познакомились со знаменитым семейством. Это был 1966 год, и в тот же год фильм «Первый учитель» был представлен на Венецианском кинофестивале. Картина была удостоена серебряной медали, а Арин Басарова получила кубок в Ольпе за лучшую женскую роль. Но семейное счастье актрисы и кинорежиссера длилось недолго. Муж стал отдаляться от жены и маленького сына. Наталья стала ловить себя на мысли, что она больше времени проводит с братом мужа, Никитой Михалковым и его друзьями. А потом Андрон, как все его называли дома, решил уехать за границу. Он считал, что в Союзе ему не дают развернуться на кинематографическом пространстве, а ему хотелось свободы. И тогда Наталья Арин Басарова сама предложила развод, видя, как мучается муж. И развод обоим дался тяжело, но супруги после пяти лет совместной жизни расстались, сохранив при этом теплые отношения. Вскоре Андрон женился на француженке Вивиан Годи, а Наталья вышла замуж за Николая Двигубского. За плечами у него было два непродолжительных брака с известными красавицами-актрисами. Первой женой стала Жанна Болотова, а второй – Ирина Купченко. Николай Двигубский был талантливым художником-постановщиком, сыном русских эмигрантов, проживавших во Франции. На дворе стоял 1970 год, когда актрису пригласили в картину «Песнь о Маншук». Снимал режиссер Михаил Бегалин. Наталья Арин Басарова исполнила главную роль – роль пулеметчицы Маншук и получила за эту роль премию Ленинского комсомола, а также была отмечена на всесоюзном кинофестивале. 1970 год ознаменовался для актрисы началом романа с Николаем Двигубским, но поженились они только через четыре года, когда Наталья носила под сердцем дочь. Двигубский, по признанию Натальи, вел себя как рыцарь и позволял ей чувствовать себя настоящей женщиной, хрупкой и слабой. На людях он всегда демонстрировал свою любовь к жене и детям. А сына Егора он принимал как родного. Но наступил момент, когда он тоже, как и Андрей Кончаловский, изъявил желание уехать за границу. Двигубский вернулся на родину, во Францию. Но первая его попытка не увенчалась успехом – он вернулся в Москву. А потом Андрей Кончаловский познакомил Николая с француженкой, а тот заключил фиктивный брак, что давало ему зеленый свет. В 1980-м Оренбасарова и Двигубский развелись. Наталья осталась одна с детьми, дочке Кате тогда было всего шесть лет. Но уже через два года актриса вновь встретила свою любовь, только в этот раз она категорически отказалась регистрировать отношения. Дети одобрили избранника мамы. Им стал кинорежиссер Эльдар Уразбаев. Пара жила прекрасно до начала перестроечного времени. Тогда гражданский муж актрисы очень изменился, он считал, что в новых реалиях для него нет места. Хотя ему предлагали возглавить киностудию имени Горького, а его друзья Карен Шахназаров и Александр Бородянский предлагали работать сообща. Но Эльдар Уразбаев отказывался. Он решил перебраться в Америку к сестре. И после шестнадцати лет совместной жизни пара рассталась. И снова Наталья Оренбасарова осталась одна. О своих мужьях актриса сказала так. «Я благодарна всем своим мужчинам за то, что они были в моей жизни. Все мои мужья – незаурядные, талантливые и знаменитые личности. Но они были законченными эгоистами, хотя я им благодарна за детей, за то, что помогли родить и вырастить их. А дети у меня замечательные». Третье место в рейтинге самых красивых советских актрис шестидесятых годов мы предлагаем отдать Аде Роговцевой. На ее счету более чем полторы сотни картин, среди них «Салют», «Мария», «Укращение огня», «Семейный круг», «Овод», «Вечный зов». В шестидесятые, да и в семидесятые она была очень популярна, узнаваема и востребована, поэтому мы просто не могли обойти вниманием эту актрису. Ада Роговцева полюбилась зрителям после выхода на экраны картины «Вечный зов». Режиссеры «Братья» Валерий Усков и Юрий Краснопольский очень настаивали на кандидатуре Роговцевой, но она не могла оставить дома детей, десятилетнего сына и двухмесячную дочь. Тогда кинематографисты предложили нанять ей няней для детей. Съемки проходили на Урале, актриса с детьми приехала в далекую даль, но по факту за детьми присматривала вся съемочная группа. Ада Роговцева родом из Украины, из Сумской области, в которой расположено маленькое местечко Глухов. Мама будущей актрисы работала агрономом, а вот отец был чекистом и служил в личной охране Никиты Сергеевича Хрущева. В школьные годы Роговцева мечтала посвятить себя журналистике и уже всерьез собиралась поступить на журфак. Но подруги сбили с толку. Они стали уверять, что ее яркая внешность и артистичность сыграют немаловажную роль в поступлении в театральный. Прислушавшись их совета, Ада отнесла документы в приемную комиссию Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карова и, к своему удивлению, поступила. А когда стала учиться, то выяснилось, что у нее врожденный талант. Многое ей удавалось настолько легко, что те, кто провел годы в театральных студиях, не могли постичь. Преподаватели были просто в восторге от ее усердия. И уже на первом курсе юная Ада Роговцева исполнила свою первую роль в фильме «Когда поют соловьи». А к моменту получения диплома на счету Ады было уже целых шесть фильмов «Кровавый рассвет», «Шельменко-денщик», «Конец червы козыря», «Павел Корчагин», «Флаги на башне» и «Когда начинается юность». Причем везде она исполняла преимущественно главные роли. А Ада Роговцева не из робкого десятка, с началом учебы она заявила о себе не только как талантливая актриса, но и яркая, амбициозная личность. Не секрет, что девушки часто влюбляются в своих преподавателей. Не исключением стала и Ада Роговцева. Она полюбила Константина Степанкова, своего преподавателя, хотя рядом с ней была куча интересных сверстников. Причем многие оказывали ей знаки внимания, ведь Ада была очень красивой девушкой. Девушку не смутило даже то, что у Степанкова была жена и маленький ребенок. Но в него были влюблены многие девушки с курса, красавец-мужчина, талантливый актер, просто не мог не обратить на себя внимания. Но Аде казалось, что он к ней совершенно равнодушен, и есть множество более красивых девушек, которым он был более благосклонен. Но однажды, после очередных съемок, Ада Роговцева неудачно упала с лошади и оказалась в больнице. Врачи ставили неутешительные прогнозы, юная актриса, кроме всего прочего, получила сотрясение мозга и на некоторое время оказалась прикована к постели. В больничной палате ее навестил не на шутку обеспокоенный преподаватель Константин Степанков. Он ей принес целую корзину цветов. А когда был студенческий капустник, то Ада Роговцева, расхрабрившись, во всеуслышание пропела, полюбила Степанкова, и не надо мне другого. Эти слова и стали поводом их романа. Романа длиною, без малого, в полвека. Супругам пришлось пройти через многое. Их семейный союз строился не просто, а с оглядкой на общество. Над преподавателем и студенткой нависло моральное осуждение. Их в любую минуту обоих могли выгнать из института. Причем неоднократно собиралось собрание по поводу морального поведения преподавателя и студентки. И тогда Константин Степанков решил поступить кардинально. Он решительно разорвал Гордиев узел, развелся с первой женой и женился Наде Роговцевой сразу, как та закончила обучение в кинематографическом институте. Это был 1959 год. По заверению Константина Степанкова, он сразу же обратил внимание на молоденькую студентку, возможно, даже раньше, чем она на него. Впервые они встретились, когда Роговцева поступала в институт. Она тогда была скромной абитуриенткой, а он – важным членом приемной комиссии театрального института. Впервые, как на мужчину, Ада обратила внимание, когда Константин зашел в их аудиторию. Она вспоминала так, он был такой страстный, статный, волевой. Многие девчонки затаили дыхание, увидев его. Но их начало отношений нельзя назвать счастливым. Роман развивался, как мучительная трагедия. Их осуждали и чужие, и родные. Так Ада решила познакомить возлюбленного со своей семьей. Они приехали в дом Ады, а бабушка вдруг стала говорить не самые приятные вещи в адрес Константина. Она говорила о том, что он оставил жену и ребенка, а в возрасте, ведь Константин был на 10 лет старше Ады, еще говорила о морали и совести. Тогда Ада взяла за руку Константина, и они ушли, закрыв за собой дверь. Под честное слово им удалось снять квартиру. Но когда поженились и родился первенец, родные Ады Роговцевой смогли примириться с ее выбором. В кино Ада Роговцева дебютировала, будучи студенткой-первокурсницей. Ей одной из немногих посчастливилось сыграть сразу главную роль в фильме «Когда поют соловьи». Снимал режиссер Евгений Бринчугин. А на дворе тогда стоял 1956 год. И в тот же год один за одним последовали фильмы с участием нашей героини «Кровавый рассвет», где она снова исполнила главную роль Гафику. А также Павел Корчагин, где Ада сыграла крохотную роль. Но для первокурсницы, снявшейся за год сразу в трех картинах, было большой удачей, ведь она сразу смогла о себе ярко заявить. Героини Роговцевой становились олицетворением женственности, верности и красоты, и ее сразу же полюбили зрителя. Актрисе приходилось частенько играть роли матерей, жен, бабушек, в общем, героинь, живущих заботами о других, всепонимающих и всепрощающих. Что обязательно откликалось в сердцах зрителей. Семейный союз Ады Роговцевой и Константина Степанкова можно назвать образцовым, хотя было время, когда муж актрисы увлекался алкоголем. А потом, в 2004-м, он ушел из жизни. Этому предшествовала длительная онкологическая болезнь. Он уходил долго и мучительно. Затем, через 8 лет, Роговцеву постигла еще одна трагедия – ушел из жизни сын, и тоже из-за онкологии легких. Сильная женщина смогла пережить двойное горе. Пережить мужа и сына, а потом еще расправить плечи и идти дальше далеко не каждая сможет. А вот Ады Роговцева до сих пор в свои 87 не унывает и остается в любимой профессии. 87 лет и другой актрисе, о которой мы сегодня хотели бы рассказать и отдать четвертое место в рейтинге самых красивых советских актрис 60-х годов – Алле Демидовой. Она работала со многими именитыми кинорежиссерами, но, похоже, даже они не разгадали ее секрет. Она останется одной из самых загадочных и самых неповторимых актрис. Ее отличает некая холодность и непохожесть. Аллу Демидову называют аристократкой советского кино. Что на самом деле неудивительно, отец актрисы происходил из богатейшего рода. Демидовы являются основателями многих уральских городов. Алла Демидова очень увлекается эзотерикой и всем сверхнестественным. Она посещала разных магов, шаманов и колдунов по всему миру. Сама лично работала ассистентом у одного московского мага. А также была у знаменитой Ванги. Многие удивлялись мудрости и стойкости актрисы. Ее семейный союз называют единством противоположностей. Ее муж, известный сценарист долгие годы, крутил тайный любовный роман с актрисой. Причем их история любви легла в сценарий всем известной мелодрамы «Зимняя вишня». Но это не самое худшее, позже выяснилось, что у ее мужа имеется внебрачная дочь от другой актрисы. Но Алле хватило мужества не выяснять отношения, хотя многие ее откровенно не понимают. Возможно, такой характер сформировался из-за происхождения актрисы. Она родилась в Москве в 1936. Ее отец происходил из богатого, аристократического рода. Он погиб при освобождении Варшавы в годы Великой Отечественной войны, и Алла практически его не запомнила. Воспитывала ее мама, преподаватель Московского государственного университета. А вот Алла с детства мечтала стать актрисой, но при поступлении ее постигла неудача. Девушку не приняли из-за дикции, а она очень шепелявила. В расстроенных чувствах она поступила на экономический факультет Московского государственного университета. Отучилась и даже некоторое время работала преподавателем, вела лекции и семинары. Но ее все время не отпускало желание стать актрисой. Она усердно занималась слогопедом и совершила вторую попытку поступления в театральный. Наконец ей повезло, и она стала студенткой Щукинского театрального училища, которое закончила с отличием. Ее театральный дебют состоялся на сцене театра на Таганке, но первый ее выход на сцену оказался настоящим провалом. Зато со временем она стала настоящей примой театра. Первый успех пришел к Демидовой с фильмом «Дневные звезды». Снимал кинорежиссер Игорь Таланкин, а на дворе тогда стоял 1966 год. И хоть сначала фильм оказался на некоторое время на полке, через пять лет его все же показали на кинофестивале в Венеции. Поэтому о молодой Демидовой сразу же узнали не только в Союзе, но и далеко за рубежом. После «Дневных звезд» Алла Демидова снималась в каждом фильме режиссера Игоря Таланкина, с легкой руки которого и началась кинокарьера Демидовой. А когда у него не было для нее подходящей роли, он специально ее придумывал и вписывал в уже готовый сценарий. Фильмография актрисы насчитывает чуть более 40 работ. Она могла бы сниматься и больше, но в советское время числилась в так называемом «черном списке кинематографистов». Аллу Демидову часто сравнивали с американской кинодивой Гретой Гарбо. У обеих актрис прослеживается огромное сходство, а главным их секретом успеха считается элегантный образ, пластичность и утонченность манер. Также обе актрисы отличаются некой холодной красотой, закрытостью и даже отстраненностью. Возможно, поэтому Алла Демидова не любила рассказывать о личной жизни. Она 54 года прожила в браке со сценаристом Владимиром Волуцким и терпела все его измены. При этом у супругов ни разу и мысли не было расстаться. Даже тогда, когда стало известно о внебрачной дочери Волуцкого. История не из приятных. Имя Аллы Демидовой связывают с именем актера Богдана Хмельницкого. Он учился на курс младше и был безумно в нее влюблен, это подтверждала и сестра Хмельницкого, Луиза. Она говорила, что брат называл ее отдельной вселенной. Неизвестно по каким причинам, но их отношения не получили развития. Демидова выбрала Волуцкого, который явно проигрывал Хмельницкому в красоте, да и в порядочности, как потом показало время. Хотя когда Волуцкий познакомил Аллу со своей мамой, то последняя осталась недовольна выбором сына. Долгое время она считала невестку плохой хозяйкой, не умеющей вести домашнее хозяйство. Тогда Волуцкий нанял помощницу по дому. Алла действительно всегда сторонилась у дела домохозяйки, к тому же, она открыто заявляет, что никогда не хотела детей, и у нее напрочь отсутствует материнский инстинкт. Удивительно, но факт, популярная актриса, о славе которой грезят миллионы, часто говорит о том, что выбрала не ту профессию. Она предполагает, что в прошлой жизни уж точно была актрисой. А вот в будущей никогда бы не выбрала лицедейство. Уверяет, что лучше стала бы отшельником. Наверное, этим и объясняется такая загадочность и неприступность Аллы Демидовой. И, наконец, пятое место в рейтинге самых красивых советских актрис 60-х годов мы предлагаем отдать Людмиле Максаковой. Будущая актриса родилась за год до начала войны в творческой и знаменитой семье. Ее отец Александр Волкаф, певец и баритон Большого театра, славился необычайным талантом, впрочем, как и мама Людмилы, оперная дива Мария Максакова. Но Волкаф вдруг отказался признавать свое отцовство и через два года после рождения Людмилы эмигрировал в Америку. А вот Люда всю жизнь носит отчество хорошего друга мамы. Василий Новиков служил в органах госбезопасности и помог Марии Максаковой с годовалой дочкой эвакуироваться в более безопасное место, в Астрахань, а потом снова вернуться в Москву. Оперная дива Мария Максакова родила дочь на пороге сорокалетия, а потом замуж больше так и не вышла и всю себя отдала дочери. Дочь она действительно обожала, но воспитывала в чрезмерной строгости. Долго не разрешала пользоваться косметикой, красить волосы, надевать короткие юбки и обувь на высоком каблуке. Также по настоянию матери Людмила поступила на переводчика, но потом все же ослушалась и выбрала актерскую профессию. Мама убеждала ее не делать этого, ведь лицедейство имеет и обратную сторону медали. Артисты переживают взлеты и падения в карьере, и порой не всем удается достойно пройти профессиональные испытания. Но Людмила Максакова твердо для себя решила, что будет актрисой. Такое неожиданное решение было связано с тем, что она увидела на сцене красавца Василия Ланового. Увидела и влюбилась в него и в актерскую профессию. Максакова с легкостью поступила в Щукинское театральное училище. Стала выходить на сцену театра имени Вахтангова и буквально с первой театральной роли в спектакле «Принцесса Турандот» стала звездой. А вот кинокарьера получила старт в 1964-м. Тогда нашей героине было 24 года, она снялась в фильме «Жили-были старик со старухой». И так же, как и после театрального дебюта, первая роль в кино принесла ей славу всесоюзного масштаба. Которую закрепил фильм «Татьянин день», где Максакова предстала настоящей красавицей, исполнив роль пламенной революционерки. Партнерами по съемочной площадке стали Георгий Витцин и Сергей Филиппов. Далее Максакова снималась с Владимиром Высоцким в киноленте «Плохой хороший человек». Роман с Высоцким, по слухам, был невероятно страстным. Копилка фильмографии талантливой актрисы пополнялась с завидной регулярностью. Людмила Максакова часто попадала в центр громких скандалов. Так, у нее был любовный роман с композитором Микаэлом Тривердиевым. Они ехали по ночной трассе и сбили насмерть пешехода. Достоверно неизвестно, кто был за рулем в ту злополучную ночь, но известно, что та история стала основой сценария кинофильма «Вокзал для двоих». Где главного героя исполнял Олег Басилашвили по сюжету осужденного за то, что его жена сбила насмерть пешехода? Первым мужем Максаковой стал художник Мосфильма и современника Лев Збарский. Людмила, сама того не желая, увела его из семьи. Женой Збарского была красавица-манекенщица, которую он оставил ради Людмилы. Максакова вспоминала, что муж был очень требователен к ее внешнему облику. Сам выбирал ей наряды, тщательно контролировал наряды для выхода в свет, заставлял по несколько раз переодеваться и давал советы по прическе. Супруги жили в мастерской Збарского, которая располагалась прямо на чердаке дома. Збарский привык к богемной жизни, а одна череда гостей сменялась другой. Людмиле приходилось готовить на целую ораву, а потом долго, до утра, мыть посуду. Вести домашнее хозяйство было непросто, ведь в мастерской не было горячей воды. А когда родился сын, то Людмиле приходилось еще тяжелее. Теперь ей надо было совмещать малыша, работу и богемные посиделки. Сына актриса отвезла к матери, а та была только рада, ведь внук скрасил ее одиночество. Но вскоре Людмила не выдержала, в семье участились скандалы, упреки и супруги развелись. Лев Збарских сразу же после развода эмигрировал в Америку и больше не интересовался сыном. Но красавица Людмила не оставалась без мужского внимания. Яркая, харизматичная, она сводила с ума многих, но не сразу решилась связать себя узами брака. Опыт первого неудачного замужества, когда ей приходилось мириться со многим, не позволял ей поверить и принять настоящую любовь. Но все же нашелся тот человек, за которого Людмила Максакова вышла замуж. В 70-х Максакова познакомилась с гражданином Германии Петером Игенбергсом, успешным бизнесменом. Он в первый же день знакомства предложил ей выйти за него замуж. Такая решительность и напор испугали актрису. Но проразмыслив, она поняла, что этот человек станет хорошим отцом для ее сына, Максима. Петер действительно оказался хорошим человеком и прекрасным мужем, но из-за его гражданства у актрисы начались проблемы. Она попала в так называемый черный список кинематографистов. Предложений от режиссеров становилось все меньше и меньше. Супруги тяжело переживали тот период, но потом родилась дочь Мария, и тогда уже Людмила не так переживала, потому что ее время было заполнено. С детьми у Людмилы Максаковой сложились непростые отношения. Сын был осужден за мошенничество, но потом наладил жизнь. С дочерью, Марией Максаковой, тоже непростые отношения, разногласия, которые длятся до сих пор. С мужем Людмила Максакова прожила более 40 лет в любви и понимании, хотя вокруг их брака было много кривотолков. А как вы считаете, можно ли назвать одними из самых красивых советских актрис Ларису Лужину, Наталью Оренбасарову, Аду Роговцеву, Аллу Демидову и Людмилу Максакову? Или мы о ком-то забыли? Не забывайте, что это уже четвертая часть выпусков о самых красивых актрисах 60-х годов. Предыдущие выпуски вы можете посмотреть у нас на канале. Делитесь своим мнением и ждем горячих дискуссий.